Девушки отдыхают Девок со двора не пускай Четыре праздника, четыре убийства Девять могут погибнуть И последней жаждой должна стать Елизавета Танишевская Я люблю вас А я у вас Я еще не завтракал, а у нас уже новый мертвец Общество мертвой души приглашает вас на очередное собрание Развлекайтесь, господа Развлекайтесь Ну и как же вы там развлекаетесь Мы устраиваем морги с девицами Арестуем всех разом К тому же я подозреваю, что один из членов этого общества Наш всадник Девушки отдыхают Девушки отдыхают О, здоров Никифор Давненько не приезжал Как поживаешь? Жизнь моя дорога, да и та худая Видишь, как ее растянул, вражесый сын, сатана На силу к вам добрался Вот вчера в диканьке был Ну и что там в диканьке? Сказывают, там душегуб орудует Девок молодых убивает, почитай каждую неделю Уже пятерых порешил Да ну, а что же его не поймали? Сказывают, что душегуб этот, черный всадник Самая сильная нечисть, ни пуля его не берет, ни ноги Скотники святые Ну, ладно, распрягай, давай я тебя проведу наших щец похлебать Ну и сколько говорили, этот антихрист девок погубил Говорю же пятерых Говорю же пятерых Довольно тебе губить души невинные, антихрист проклятый И зыне хромешник нечистый Во имя Отца и Сына и Святаго Духа Ныне пристои во веки веков Аминь Прими смерть от меча православного Ты чего здесь делаешь? Тебе кто разрешил высовать свой нос в моей рукописи, а? Варин, я порядок наводил и случайно наткнулся на вашу писанину Любопытство учить взяло Пошел вон отсюда Пошел сразу вон отсюда Достой Что изволите, барин? Ну и как? Прочитанные? Я пойду, барин Погоди Сядь Барин Не вагнеев будет сказано Ну, мне кажется, вы пишете Всякую чепуху, ей-богу Почему чепуху? Ну, вот, знаете, иной раз Слушаешь сказку И ты полностью уверен, что это брехня Но уши развесил, рот открыл И как будто все взаправду А вот у вас не так А у меня как? А у вас Вот, почему у вас вот Вакула так изъясняется? Как так? Ну, как? Так напыщено Как пьяный архиерей Вакула, он же по природе молчаливый человек А у вас, книжный Вакула Как будто горшком по башке стукнуло И от этого он несет всякого колесицу Всадника этого Вакула же в глаза не видел? Не видел А вот если взять их, столкнуть нос к носу Так он от страха и помрет Ни единого слова не сказав Это художественный вымысел Вот тут и оно Вымысел Живете среди народа А почему-то всегда от него обороняетесь Знаете, что тут про вас говорят? Что? Столичная цацца Это от того, что вы на ночный люд Не можете к себе в сердце, в душу принять Они и за версту неуважение чуют И что мне нужно сделать? Ничего не нужно делать Здесь все очень просто Нужно одного спросить, как его малые детки поживают Другому Бог в помощь пожелать Так вот языками зацепитесь И глядишь, они наговорят вам всякую всячину И на десять домов хватит Пойду я, барин Только не надо эту писанину сжечь А то не приведи, Господь, пожар устроить Ах! Барин, барин, тут вам передали от господ Данишевских А что это тут? Как паленым пахнет Игиб Иди Барин, ну что вы как маленький ребенок Иди, иди Лиза Мне нужно с вами поговорить Молчите Послушайте Так больше продолжаться не может Для меня невыносимо, что вы принадлежите другому Я не принеслежу Алексея Я вам говорила, между нами давно нет никакой близости Тогда что вас удерживает рядом с этим человеком? Хотите, я сам с ним объяснюсь? Ни в коем случае Ему придется вызвать вас на дуэль Я готов принять вызов Какой вы наивный Алексей лучше стрелок вокруг Он вас убьет И глазом не моргнет А я этого не переживу Давайте сдаем все как есть Я вас люблю И я счастлива Остальное не важно Грешеный, батюшка Грешеный, оттого Все напасти мои Грех твой Праздное рисование Богоугодное дело Храмы расписывать А молевать Бестолкует От лукавого Отпускаю тебя Грехи твои Встань Обожди Вакула Вот ты на исповеди Сколько тебя помню О каких-то напастях своих Твердишь Не хочу вас Заботой ввергать Батюшка Напастями своими Полно, полно Сын мой Откройся Очисти душу свою Та не, отче Не може сегодня Як-нибудь В другой раз Господин дознаватель Так, ну что, встали? Разбирайте Кому надо Доктор Решили начать новую жизнь А я бы попросил Не извить Все Теперь с зеленым змеем покончено Раз и навсегда Давно пора Леополь-леопольте Ну, Николай Васильевич Это мое профессиональное решение Вон Живых людей врачую Хотите пари на рубль Что доктор суток Трезвым не продержится А почему вы так не верите в людей? Потому что я их слишком хорошо знаю Люди не меняются А я вот верю Господину доктора И принимаю пари Египет 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 Ну, право, парень Греха надо, чтобы схватить И так оравшись Иди сюда быстро Никакой личной жизни с вами Я зато взял бумаги у меня из комнаты О, господи, помилуйте На что они мне? А кто-нибудь ко мне заходил? Олеша знает Я же это Как его? Немного занят был Стало быть так Я за полицией А ты встань в дверях на улице И никого не впускай Пока не вернусь, ясно Будьте покойный, барин Сторожить буду теперь Муха не прилетит Штаны потяни, сторож Пропало что-нибудь ценное? Эй! Нет, все весят на месте Но пропали важные линейные бумаги Невелика потеря Или там было что-то компрометирующее Да нет Рабочие записи для расследования Впрочем, беспечно Кто же рабочие записи в номере держит? Что они выпускают? Не подходи, колеса! Шибу ненароком! Стойте, где стояли! Так, тихо все! Приказ исполнил? Никого не выпустил? Молодец, Яким Оборону держишь достойно Надо осмотреть все номера Ключи от комнат Ага Обыщите здесь все пока Откройте, полиция! Это из моих записей Александр Гризафорович, живы? Жив Вот хитрый черт Ты где это взяла? В погребе валялось Тясь А ты меня нарисуешь? Я не выкрашиваю А почему? От лукавого это все Тряпку свою снимай Ага Фуф Что ты вчера пил? Яблочное? Нет, грушевое Так и не пил, а Полоскал Ладно Ты вот что, любезный Ты сейчас Глубоко вдохни Ага И не дыши А? Вообще Рот-то открой Ну никакой возможности работать У меня голова кружится от твоих паров Ну а я не могу все время не дышать Ладно, черт с тобой, дыши А у тебя зубов нет Как? Так Так Николай Васильевич Бакула Скажи, а ты сможешь воспроизвести по памяти рисунки? Ну, хотя бы портреты девушек Николай Васильевич, при всем уважении к вам Не обещайте Малевать не буду Почему? Грех это Почему грех? Как всякий, кто имеет талант должному служить А у тебя что ни говори, талант Божий дар Божий дар Я ведь черта сначала повстречал После этого молевать начал Бесни на память о себе Занятия оставил Какого черта? Вот и вы не верите Пойду я Подожди, Вакула Расскажи Мне правда очень интересно Я поверю В то время Влюбился я в первую красавицу У нас Олену Набрался я, значит Храбрости Пошел к Олене свататься Она меня с порогу и отбрила Неровня ты мне, говорит, Вакула А у меня платье красным шелком шито А с тебя чего? Вот во мне гордость им заграла Говорю, принесу я тебе, Олена Туфельки-черевички В которых ни одна панночка не ходила Она мне условия Хочу, говорит, черевички В которых государь и императрица ступала Принесешь Тотчас выйду за тебя Загорюнился я Во веки веков мне это желание не исполнить А дело было в ночь Накануне Рождества Вот тут я черта и встретил Как? Здесь на околице Маленький такой Копыта, рога, хвост Все как положено Я его за этот хвост и поймал Держу крепко Говорю, сейчас я тебя отучу Бисова душа Душу православную в грех вводить Он и взмолился Не сеняй меня в акула Крестом страшным Что хочешь для тебя сделай Так с помощью черта Черевички я и добыл Принес их Алене Она на меня руками замахала Дурак ты, говорит, в акула Я бы и так за тебя вышел По весне мои повенчались С тех пор я молевать начал Удивительная история Первое время жили как в сказке Мне самому не верилось Через год она мне Василимку родила А потом убежала Почему? Василинка-то у нас С изъяном родилась Вот Алена и не выдержала С каким изъяном? Хвостик у нее Как у меня эти очки Расплата за грехи А может нечистая сила Тут совсем ни при чем Мой тебе совет Покажи Василину нашему доктору Бомгарту Мне кажется, он может найти Этому медицинское объяснение И сможет помочь Леопольдыч А, да Так, что ты говорил там у тебя? Так на медный глаз щепочка какая-то попала Не вытащить ее А, сейчас, да Да ты че? На, здоровый тык и сыра такая ны Фу Доброго дня, доктор Я тут, это, письмо вам От господина Гоголя снес Ничего не понимаю Какой хвост? Ой, хвост Ну что, доктор? Вакулы, никакой чертовщины тут нет Правда? Я вообще уверен, что Раньше у наших далеких предков Были хвосты У всех Потом они превратились в копчики Но, ну, и в наше время Редко, но рождаются Люди с хвостами Сам вот лично видел В Европе, в концкамере Заспиртованного хвостатого младенца Прости, господи А моей Василинке Помочь можно? Погуляй пока Ой, твоя стала Стойте, пройдите морожку А ну, отдай, отдай сюда Не возьму, не возьму Дай сюда, а ну, отдай А ну, отдай, отдай сюда Не возьму, не возьму Микола, оттекаем отсюда Да не нужна нам твоя кукла А ну, отдай сюда КОНЕЦ Пошла прочь отсюда! Так как хвостик является самостоятельным отростком, а не продолжением позвоночника, при желании удалить можно! Так я за Василиной! Вакула, не обессудь! Я такие операции еще не проводил, а в моем теперешнем состоянии я экспериментировать не могу! Господин Гоголь, говорил вы помочь сможете! Да, там в сарае злой старый казак! У него твой рисунок! Какой рисунок? Ну там где-то дядю изобразил с рогами! Какой такой сарае? Дядька, чернозуб! В те времена, когда я по рубкам гулял, он хуторским головою был, за порядком отзирал! А потом люди, говорить стали, умом тронулся! Вот и в богадельню и определили! Спасибо, Вакула, за этот интересный рассказ! Иди! Ну что же вам, дедушка, в богадельне-то не сиделось! Важные бумаги воруете, от полиции бегаете! Из-за этого всадника! Вы что, не видите, ему доктор нужен? Он мне понадобится! Ему нужен врать! Нет, зря я вас послушал! И вернул его назад в гостиницу! Доктор его прекрасный в участке бы осмотрел! Сбежит! Отвечать кому? Он бывший представитель закона и с ним тесак никуда не денется! Подозрительный он человек! К тому же он из желтого дома сбежал! Нет, как одеть! А если доктор признает его здоровье сколько-нибудь сносным, посажу его в околоток чертовой матери! Кстати, а вы заметили, почти сутки прошли, а наш доктор трезвый! Так что, с вас рубль! Да, разумеется! Извольте! Но все равно я остаюсь в своем мнении! Люди не меняются! Доктор, как он? Христина, дай-ка мне горелки! Ну что, плохие дела у вашего чернозуба! Чахотка! Беготение превосходно усугубило! Спасибо! Мой прогноз, он не протянет и недели! Он должен оставаться в постели! Я ему дал отвар из трав! Доктор, вы снова пьете? Это мое профессиональное решение, иначе не могу лечить людей! Так надо! Николай Васильевич, рублик верните! И еще один с вас! Вакула! Будем оперировать! Вакула! Будем оперировать! Годов тридцать тому назад я всех здесь вот тут держал! Ни злодейства, ни душегубства, ни грабежей! Однако, появился же этот чертов садник! И давай резать всех девок! Кхе-кхе-кхе! И что вы предприняли? А, запросил подкрепление из Полтавы! Написал депешу, что собираюсь изловить этого адского садика! Меня же посчитали спятившим с ума и упекли в желтый дом! Кхе-кхе-кхе! А все эти годы я унашел в голове один омысел! Как бы мне изловить этого поганого всадника! И вдруг я прознал, что он снова здесь! Я прошу вас, не держите зла на старого казака! Я когда прознал, что вы ведете расследование, я подумал, что ваши записи выведут меня на след душегуба! Ну и заставили вы нас побегать! Что же с вашим-то здоровьем, прости господи, намылись ловить опасного преступника! Завтра же поутру вас отвезут обратно в богадельню! Отдыхайте! Вы послужили отчизне! А всадника мы без вас как-нибудь поймаем! Николай Васильевич! Постойте! Откуда вы всегда наперед сдавите, когда произойдут новые убийства? Со мной случаются видения! Ну, что-то вроде прозрений! И через них я и узнаю какие-то вещи! Понятно! Что-то дремото потедало! Отдыхайте! А вы Марушку тоже без хвостика оставите? Ну что ты, родная! Никто твою куклу не обидит! Так, а теперь дыши глубоко и повторяй за мной! Раз! Раз! Два! Три! Четыре! Четыре! Пять! Шесть! Есть! Бакула, у тебя горелка есть? Есть! Неси! Помилуй, Акула! Жалобно простонул черт! Все, что для тебя нужно, все сделаю! А что ты тут пишешь про черта? Да так, бумагу мараю! Хм! Небось, от Лизы бы свои сочинения не укрыл! А кто такая Оксана? Дочь Мельника, мавка бестелесная! Такую обидишь, не заметишь! Смотри, что я написал! Красавицу, от которой Кузне этого Акула потерял голову, звали Аленой! А я в своей повести назвал ее... Оксана! Не брешешь? Нет! Ты что, и правду ее так назвал? Правда! В честь меня? А вот это не нужно! Руки так и тянутся! А что это тут намалевано? Где? Ну вот! Перевиделся! Колодец! Не знаю, зачем, почему! А может быть, это колодец крови? Что ты видишь! Колодец крови? Что ты видишь? ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Николай Васильевич! Что случилось? Старый бес этот, он меня к тебе подозвал. Прошипел что-то, будто на тот свет собрался. Я к рожей вонной придвинулся, чтобы разобрать, что он там несет. А он меня к кувшинам по голове. А очнулся ни старика, ни ружья моего, только этот рисуночек. Какой рисунок? Ну, рисунок. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Стойте! Что случилось? Да все хорошо. Не извольте волноваться. Моя жена исчезла, а вы сидите сложа руки, будто ничего не произошло. Казаки прочесывают лес. Я сам только что оттуда. Алексей Алексеевич, я прошу вас успокоиться. Успокоиться? У вас раз в неделю бабу режут, а вы до сих пор не нашли убийцу. Полиция. Какой-то потешный полк. Я попросил бы вас милостивый государь. Если с Лизой что-нибудь случится, будьте покойны. Я задействую все свои связи в Петербурге. Скажите, где находится колодец крови? Колодец крови? О чем речь? Некогда объяснить. У вас опять было введение? Да. И я, покуда мальцом был, мне бабка сказывала про колодец крови. И где он? Так, Бог его знает. Может статься, что и нету бы вовсе. Это ж бабкины сказки. Николай Васильевич! Оксана! 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 Зачем ты здесь? Мне нужна помощь. Кризис, войди за помощью. Лиза, в опасности. Нет, а что? Ты знаешь, где искать колодец крови? Куда тебя опять нелегкая гонит? Это опасное место. Скажи мне, где это место? Колодец тут проклятый. В минувшее время люди приходили к этому колодцу, чтобы руки на себя наложить. Не ходи туда. Не испытывай свою судьбу. Ну, там Лиза. Мы должны ее спасти. Мы? Вижу теперь, что тебе совсем наплевать на мои чувства. Иначе постыдился бы с такой просьбой ко мне приходить. Оксана, пожалуйста, скажи, где искать этот колодец? Неужели у тебя совсем нет сердца? Есть у меня сердце. Но только тебе на него не плевать. Ладно? Сказать скажу, но учти, помогать тебе не стану. Что, доктор? Все хорошо. Будет жить. Но теперь уже отдельно, без хвостика. Какая оплата, доктор? Нет, я ничего с тебя не возьму. Вакула, а я возьму с собой горилку? Ты не против? Спасибо, доктор. Я за вас молиться буду, доктор. Наша ведьма непроста. Проживет без хвоста. А я знаю, что ты придешь сюда. Где Лиза? Недалеко. Глянь. Только без выкрутасов. Лиза! Николай Васильевич! Вы пришли! Не беспокойтесь, я вызваю вас! А, прежде чем ты ее вызволишь, я вышибу подпорочку. Грузик упадет, петля затянется и будет висеть твоя девка с переломанной шеей. Не дергайся. Она серебряной пулей заряжена. Почему серебряной? А только она тебя и возьмет. Всадник! Все, вы решили, что всадник – это я. Слава Богу, у меня еще ум не отшибло. Бумажки твои на многое мне глаза открыли. Ишь ты, как забегал, когда они пропали. Ну, признайся, душегуб, а? Это ведь ты отправил на тот свет знаменитого сыщика из Петербурга, Гуро. Ты убил его, потому что он познал тайну твоего рождения. Я не убивал, Якова Петровича. Зачем мне было его убивать? Откуда тебе известно, когда происходит убийство, а? Подождите, я же вам все объясню. А, за дурака меня принимаешь? Ты знаешь, я в твои видения ни на грош не верю. Но, признаюсь тебе честно, не сразу я распознал твою личину. Не сразу. Лизу, ловко ты прятался, неопытный дознаватель. Замечательное прикрытие для всадника душегуба. Можете меня убить. Только отпустите Лизу. А зачем мне тебя убивать? Ты мне для другого нужен. Ты? Смотрю на тебя. И убей бог, никак в толк не возьму. Чем же ты так его прельстила? Ради меня он жизнь рисковать бы не пошел. Смерть моя, я чую, ходит вокруг и цепляется своими когтями за меня. Вам доктор нужен? А я сыскал уже себе. Другая доктора. Ты своим колдовством излечишь меня от моей чахотки. И тогда я сразу же выпущу твою паночку. Ну? Излечишь меня, дьявольское трудие! Хорошо. Хорошо. Всадник, это я. Ты прав. Но ты мне не нужен. Мне нужна Лиза. И в моих силах подарить тебе вечную жизнь. Вечную? Да, вечную. Но для проведения этого ритуала мне кое-что нужно. А что? Что тебе надо, да скажи. Да всего ничего. Только горстка этой проклятой земли. Вот и делал. Да бери ее сколько хочешь. И поскорее приступай. Ты что делаешь? Тебя дома спасаю. Но помни, не ради тебя, а ради него делаю. Не трогай меня! Не дури! Отпусти меня! Отпусти меня. Ох! Ну ты и дура! Протащу под водой, даст Бог, на реке вывернешь. Лиза! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ну что, всадник, получи свою серебряную пулю. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Так ты что, мне наприхал собачий сын? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ну, давай, иди сюда. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА 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 Напрасно ты выжил, напрасно все то, что другим не узнать За это поплатишься сном, а не смерть В кромешном во мраке ты можешь кричать Никто не услышит несчастную жертву Кровавом колодце вечная ночь Душа вырывается и летит ночь Кто-то жестоко тебя обманул Лунное око, ветер подул Кровавом колодце вечная ночь Душа вырывается и летит ночь Кто-то жестоко тебя обманул Лунное око, ветер подул Свечи сгорают и жизнь твоя тоже Нет больше света, лишь темная ложа Бархат кровавый и нож на подушке В адских руках люди словно игрушки Кто-то жестоко тебя обманул Лунное око, ветер подул Ты же осмелился выйти за край В кровавом колодце теперь засыпай В кровавом колодце вечная ночь Душа вырывается и летит ночь Кто-то жестоко тебя обманул Лунное око, ветер подул Кровавом колодце вечная ночь Душа вырывается и летит ночь Кто-то жестоко тебя обманул Лунное око, ветер подул В кровавом колодце вечная ночь В кровавом колодце вечная ночь Кто-то жестоко тебя обманул Лунное око, ветер подул В кровавом колодце вечная ночь Душа вырывается и летит ночь Кто-то жестоко тебя обманул Лунное око, ветер подул Лунное око, ветер подул Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...